Детский дорожно-транспортный травматизм в России по своим показателям в три раза выше, чем в странах ЕС. Причины, которые вывели нас в лидеры, лихачи и нетрезвые водители за рулем, невнимательность пешеходов, нарушение правил перевозки детей. Детский травматизм в нашей стране, в десятки сотни раз превышающий травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному предмету. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, это вера в запретительные свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить – взрослый человек. И единственным способом – своим примером. Сегодня на эту тему я буду говорить с начальником отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления ВД России по городу Самаре Ириной Александровной Тарпановой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, детский дорожно-транспортный травматизм занимает значительное место. Ну и понятно, конечно, что дети – самое дорогое, что есть в каждой семье. Расскажите, пожалуйста, как сегодня оценивается ситуация с дорожным травматизмом детей и подростков. И прошу вас привести статистику за последние три месяца. Итак, у нас за три месяца текущего года на территории города Самара зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых у нас пострадали 32 несовершеннолетних. Погибших нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас по всем цифрам идет достаточно большой рост. По цифре количества ДТП у нас идет рост практически 40%. И по цифре количества пострадавших 23%. В связи с чем это связано, Рина Александровна, все-таки весна как-то ранее повлияла на это, в том числе и как-то не успели, может быть, перестроиться зимние обстановки на весеннюю. Опять же, самокаты, велосипеды. Я сейчас забегаю, конечно, вперед, но тем не менее, почему такой рост? Ну, конечно, погода в какой-то степени сыграла нам злую шутку, так как, во-первых, и велосипедисты у нас вышли намного раньше, и дети стали проводить больше времени на улице намного раньше. Поэтому такой рост у нас дорожно-транспортных происшествий, ну и пока снизить мы его, к сожалению, не можем. Давайте разберем, вот, может быть, какие-то частные случаи, проведите, во-первых, примеры, какие-то, может быть, показательные, которые произошли, связанные с детским дорожно-транспортным травматизмом, что это, как это происходит, из-за чего? Во-первых, надо, наверное, сказать, как дети у нас распределились по категориям. У нас пострадали 18 пешеходов и 13 пассажиров. Что касается пешеходов, наибольшее число дорожно-транспортных происшествий, это 12, произошло на пешеходных переходах. Причем на регулируемых у нас произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, на нерегулируемых 7. То есть это говорит о том, что водители не снижают скорость перед пешеходным переходом. Естественно, дети в силу своего возраста не могут быстро сориентироваться и попадают под колеса автомобилей. Это мы сейчас сказали про пешеходов. Еще какая категория, какие случаи, вот прям частые, в последнее время произошли? На настоящий момент у нас произошло одно ДТП с юным велосипедистом. Вот. И в основном это у нас сейчас пассажиры, пешеходы и вот один велосипедист, что у нас касается трех месяцев. Вот, кстати, немаловажно, наверное, и в этой ситуации еще играют и дорожные ловушки. Во-первых, расскажите, пожалуйста, что это такое? Ну и насколько вообще актуальна эта проблема сейчас, опять же, в весенний-летний период? Дорожные ловушки – это такие ситуации, которые у нас не прописаны в правилах дорожного движения. И начиная уже со школьного возраста, даже, наверное, и в детском саду, в подготовительных группах, мы уже можем проговорить эти ситуации и рассказываем, как не попасть в эти ситуации и соблюдать правила дорожного движения. Ну, во-первых, к дорожным ловушкам относятся, конечно же, пешеходные переходы. Это как регулируемый, когда ребенка мы учим перед тем, как перейти в проезжую часть, обязательно посмотреть по сторонам, даже когда уже зажегся зеленый сигнал светофора, убедиться в том, что машины остановились, и потом уже, контролируя движение по дороге, переходить в проезжую часть. Вторая дорожная ловушка – это нерегулируемый пешеходный переход. Там мы с детьми проговариваем алгоритм движения, то есть перед тем, как подойти, обязательно остановиться, то есть это его секунды на то, чтобы оценить ситуацию. Следующий момент – он смотрит налево для того, чтобы убедиться, что машина остановилась, и в этот момент я детям задаю вопрос – куда вы будете смотреть в следующий момент? Естественно, мне говорят, мы будем смотреть направо. И это становится у нас как раз дорожной ловушкой, потому что нужно посмотреть еще раз налево, просмотреть ту машину, которая едет, возможно, по второй полосе, или ту машину, которая, возможно, совершает обгон пропускающего транспортного средства. Вот в этой ситуации дети не должны попадать, они должны знать, куда посмотреть, как проанализировать ситуацию и как поступить в определенный момент. И потом уже по аналогии, естественно, если у нас встречное движение, ребенок смотрит направо и второй раз направо. Здесь уже в зависимости от полос, да, я говорю, если у вас три полосы, вы смотрите три раза, но не меньше двух. То есть это мы уже отрабатываем практически как алгоритм движения. Но в любом же случае, если произошло ДТП на регулируемом пешеходном переходе или на нерегулируемом пешеходном переходе пострадал ребенок, подросток, взрослый, все равно виноват водитель? Или это все-таки разбирается? Нет, конечно, первоначально виноват водитель, но мы учим детей не попадать даже в такие ситуации. Мы учим их контролировать свое движение даже на пешеходном переходе. Говорим о том, что пешеходный переход – это не панацея, это уже небезопасно. Возможно, разные ситуации. Водителям может встать плохо, могут отказать тормоза. Они всегда должны контролировать ситуацию и просматривать все возможные, так сказать, варианты перехода проезжей части. Спасибо. Сотрудники ГИБДД постоянно проводят рейды по детским удерживающим устройствам и всегда результаты мероприятий разные. Как прошел рейд в этот раз, узнаем в нашем сюжете. Простегнулся сам, пристегни ребенка. Сотрудники ГИБДД не устают повторять. Приучать детей соблюдать правила дорожного движения нужно с ранних лет. И личный пример – самый понятный детям. С этим согласен и водитель Сергей Петров. У него двое детей и семья отправилась на прогулку в парк Гагарина на автомобиле и попала в поле зрения инспекторов ГИБДД и нашей камеры. Здоровье детей – это самое дорогое, что у нас есть, поэтому всегда соблюдаем все средства, которые помогут уберечь в случае какого-то ДТП. Дети всегда пристегнуты, и дети до младшего возраста с специальных устройств передвигаются. Детское кресло в машине – реальная защита жизни и здоровья ребенка в случае ДТП. Но не все родители это понимают. Контрольные рейды сотрудники ГИБДД Самары проводят регулярно и нередко выясняется, что правила перевозки детей нарушены. У родителей традиционные отговорки – «Я хороший водитель, в аварию не попаду, нам недалеко ехать». Но в большинстве автомобилей, в которых едут дети, кресла установлены. По словам инспекторов, по сравнению с прошлым годом нарушителей стало гораздо меньше. Возможно, все дело в штрафах, которые составляют 3000 рублей. С начала весенних каникул у нас на территории города зарегистрировано три дорожных транспортных происшествия, в которых пострадали три несовершеннолетних. И двух ДТП виновниками их стали родители, находящиеся за рулем. Ольга Сетникова – автолюбитель со стажем. Говорит, своих детей старается пристегивать всегда. Руководствуется правилами безопасности и по личному опыту знает, что при таком активном городском движении нужно позаботиться о безопасности маленького пассажира. Всегда пристегиваю детей. И сама пристегиваюсь. В целях безопасности. Вдруг что мало, что на дороге бывает. Всегда пристегнуто. Снова автомобиль с ребенком. И вновь малыш едет по правилам в автокресле. Мама за рулем более 10 лет. И к безопасности своего ребенка подходит ответственно. Говорит, сама всегда пристегивается. И подает правильный пример маленькому пассажиру. Безопасность ребенка на дороге – это в первую очередь. Потому что любая ситуация, любой толчок, ребенок может удариться, получить травму. Поэтому в первую очередь мы пристегиваем ребенка, во вторую очередь мы пристегиваем себя. Сотрудники госавтоинспекции не устают напоминать родителям о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при перевозке детей. Пассажиры в возрасте до 7 лет должны ехать только в автокреслах, сертифицированных и соответствующих возрасту, весу и росту. Дети постарше могут ехать пристегнуты ремнем безопасности, но только на заднем пассажирском сидении. Так вот, как раз переходя к детским креслам, к детским удерживающим устройствам, мы сейчас посмотрели с вами сюжет. Дети-пассажиры, расскажите, пожалуйста, о правилах перевозки детей в автомобиле. Согласно правилам дорожного движения, дети должны у нас перевозиться в транспортных средствах с применением детских удерживающих устройств. Ну, вкратце напомню, что это до 7 лет это детские удерживающие устройства, включая автолюльки. И на заднем пассажирском сидении и на переднем пассажирском сидении до 7 лет ребенок находится в автокресле, ну или в автолюльке. Начиная с 7 до 12 лет, ребенок имеет право перевозиться на заднем пассажирском сидении пристегнутый ремнем безопасности, но при этом у него должен быть соответствовать рост ремнем безопасности. Но на переднем сидении только автокресло. Естественно, начиная с 12 лет, ребенок имеет право передвигаться на переднем пассажирском сидении пристегнутый ремнем безопасности. Но когда мы с детьми обсуждаем эту проблему, я всегда им проговариваю о том, а безопасно ли это переднее сидение около водителя для пассажира. И, естественно, да, ну сейчас уже мне большинство, конечно, говорит, что это небезопасно, что лучше, конечно, находиться на заднем пассажирском сидении. И что показывает практика, что во всех дорожно-транспортных происшествиях с участием пассажиров у нас всего один ребенок из 13 был не пристегнут с помощью детского удерживающего устройства, все остальные находились в детских креслах, соответствующих росту и возрасту. Вот как раз мы сейчас, когда посмотрели сюжет у рейда, который, я напоминаю, вы регулярно проводите, в том числе и по детским удерживающим устройствам, я сама неоднократно, мы вместе снимали с вами сюжеты. И вот, вы знаете, все-таки тенденция такая в последний раз, в последнее время, что все-таки в основном пристегиваются все и сидят в детских удерживающих устройствах. Вы сотрудники пропаганды всегда поощряете, дарите подарки. Скажите, вот все-таки штрафы значительные так дисциплинируют водителей, либо все-таки действительно до умов автолюбителей все-таки доходит медленно, но верно, что детей надо пристегивать? Конечно, хотелось бы, чтобы это доходило до умов родителей и людей, перевозящих детей. Так как ребенок является здесь заложником ситуации, он на нее повлиять не может, и вся ответственность лежит на водителе. Ребенок находится за его плечами, и, так сказать, безопасность вся в руках водителя. Так что показывает практика, у нас вот из всех дорожно-транспортных происшествий, которые произошли за три месяца, в четырех случаях водители нарушили правила дорожного движения, перевозя детей в своем транспортном средстве. То есть здесь уже сейчас мы делаем акцент на том, что соблюдайте правила, если вы перевозите ребенка, будьте в три раза, в два раза внимательней, и помните, что у вас за спиной еще одна жизнь. И также понимать, что соблюдать правила нужно не только, если у вас, конечно, есть в автомобиле ребенок, но если вы совершите ДТП в другой машине, также может быть ребенок, который может пострадать. Переходим к более взрослой категории населения, подростки. Вот здесь хотелось бы сказать, что самарским учащимся колледжа устроили краш-тест. Сотрудники ГИБДД рассказали, к чему приводит беспечность на дороге, чтобы привлечь внимание молодого поколения к проблеме безопасности на дорогах. Сотрудники ГИБДД Самары регулярно проводят краткие краш-курсы по безопасности дорожного движения для учащихся высших и средних профессиональных образовательных учреждений. Вот в этот раз от инспектора посетили Самарский финансово-экономический колледж. И давайте посмотрим вместе, как это было. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Шокирующие кадры дорожных аварий, откровения жертв и тех, кто ежедневно сталкивается с горе автомобилистами. Такие кадры демонстрируют сотрудники ГИБДД Самары, учащимся в самарских колледжах и студентам вузов. Задача – напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. Сегодня занятие прошло в Самарском финансово-экономическом колледже. Такие мероприятия очень важны и нужны для студентов нашего колледжа, потому что, смотря на их молодой возраст, это им пригодится очень в будущем, потому что в будущем они все обязательно будут водителями, у них будут свои семьи, и они должны об этом помнить всегда о безопасности дорожного движения. Наша задача – вызвать эмоции на данные видеоролики, которые в процессе уже откладываются в голове участников, и они ведут себя более правильно на дорогах. Дорожные полицейские уверены – такие уроки безопасности надолго останутся в памяти молодых людей и сделают их более дисциплинированными участниками дорожного движения. В свою очередь слушатели признались, что участие в краш-курсе стало для них эмоциональной встряской. Лекция мне очень понравилась, информация была донесена хорошо, и я думаю, многим это пойдет на пользу. Нам обобщили все общие правила, правила ПДД, как их соблюдать, как передвигаться по дорогам, чтобы было безопасно, где именно передвигаться, и как смотреть на пешеходные переходы, чтобы было безопасно переходить. За этот год на дорогах Самары произошло 163 ДТП, которые унесли жизни двоих взрослых, пострадало 16 детей. А нетрезвые водители спровоцировали свыше 200 аварий. Ирина Александровна, давайте маленький комментарий как раз по краш-тестам. Конечно, показательное видео, шокирующее даже, я бы сказала, порой. Но все-таки вот зачем вы это делаете? И самое главное, как сами учащиеся воспринимают вот эту информацию? Понимаете, возможно, вот эта тема дорожного травматизма, она сейчас не очень сильно интересна как раз учащимся старших классов. Поэтому нам нужно с помощью краш-курсов показать, а как же это бывает на дороге. Мы, сотрудники госавтоинспекции, ежедневно с этим встречаемся. Естественно, для нас это является актуальным. А когда это смотрят у нас подростки, для них это, честно говоря, шок. Потому что мы показываем дорожно-транспортные происшествия, которые произошли именно на территории города Самара, и они понимают, что выйдя завтра на дорогу, они могут увидеть то же самое. Поэтому это мероприятие, оно более как бы психологическое. Мы воздействуем на подсознание подростков, чтобы они, выходя на улицу, не расслаблялись. Потому что в последнее время пошла такая тенденция, что в ДТП попадают именно обучающиеся старших классов. Что их сейчас, так сказать, расслабило, пока нам непонятно. Были дорожно-транспортные происшествия недавно, когда у нас подросток был на мотоцикле, попал в дорожно-транспортное происшествие, не достигнув возраста, когда он мог управлять мототранспортом. И буквально вот вчера произошло ДТП, когда у нас недостигший 18-летнего возраста подросток сел за руль автомобиля и допустил дорожно-транспортное происшествие, задним ходом сбил пенсионерку. Поэтому сейчас мы будем работать именно в этом направлении и проводить больше занятий как в школах в 10-11 классах, так же и в колледжах и техникумах. И буквально 25-го числа у нас пройдет всеобщее тестирование в образовательных учреждениях, в которых будут задействованы у нас с 1-й по 4-й класс, 5-й, 6-й и 7-й и 9-й классы. Мы посмотрим срез знаний, посмотрим, где пробелы у них в правилах дорожного движения и уже, так сказать, свою последующую работу будем строить именно на результатах вот этих тестов. А вот в начале программы вы привели статистику как раз с детским травматизмом. А какая категория детей вот в этой статистике превалирует? Ну, если брать все дорожно-транспортные происшествия, то сейчас это категория средней параллели. Это с 5-го по 7-й класс. Ну вот буквально в апреле месяце у нас почему-то вот стали 15-16-летние попадать в ДТП. Спасибо. Переходим к еще одной важной теме. С 1-го марта в силу вступили поправки в правила дорожного движения. В них появилось понятие средства индивидуальной мобильности. Под ними подразумеваются электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие компактные технические устройства. Как это отразится на любителях прокатиться с ветерком в нашем следующем сюжете. Как только на улице теплеет, на дорогах появляются самокаты. И сразу же встает вопрос безопасности. Как для водителей двухколесного транспорта, так и для пешеходов. На территории города Самара с начала года произошло 102 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В которых 2 человека погибли, 102 пострадали. Правила дорожного движения. Переходить проезжую часть только в установленных местах. Естественно, на разрешающий сигнал светофора. Если вы переходите в проезжую часть по пешеходному переходу и вы на самокате или на велосипеде, обязательно нужно спешиться. Сотрудники отделения пропаганды ГИБДД Самары совместно с общественниками вышли в профилактический рейд в парк Гагарина. Он был организован в рамках акции «Внимание пешеходы». Цель не только выявить нарушителей, но и поощрить дисциплинированных участников дорожного движения. После проведения беседы сотрудники госавтоинспекции вручили им подарки. А нарушителям – памятки с правилами безопасного передвижения по городу. Я просто правила знаю, читал, стараюсь соблюдать все и везде. А почему соблюдаешь правила? Безопасность в первую очередь. И за других, и за себя. Особое внимание сотрудников госавтоинспекции – к водителям самокатов. С 1 марта 2023 года в Самарской области, как и по всей стране, вступили в силу законы, регулирующие передвижение легкой техники – электросамокатов, сегвеев, моноколес, гироскутеров. Теперь их официальное название – средства индивидуальной мобильности или СИМ. И скорость не должна превышать 25 км в час. Это федеральный стандарт. Они теперь вместе с нами, с велосипедистами, имеют полное право ездить по велодорожкам. И при этом у них остались, скажем так, сограничения, связанные как пешеходы. Потому что они на тротуарах не имеют права развивать скорость больше 25 км в час. Соответственно, если масса меньше 35 кг у самоката и прочих средств подобных, то они не имеют права уезжать на проезжую часть, в отличие от велосипедистов. При этом СИМ должен быть оборудован тормозами, звуковым сигналом и светоотражателями. Впереди светлый, сзади красный, по бокам – оранжевый. Штраф в размере 800 рублей придется заплатить тем, кто любит ездить на самокате вдвоем. Согласно ПДД, самокат, как и другие СИМ, предназначен только для одиночного передвижения. За поездки на нем в состоянии алкогольного опьянения придется заплатить штраф в размере 1500 рублей. Итоги рейда показали, что больше половины передвигающихся на велосипедах и СИМ правила соблюдают. Спешиваются при переходе пешеходного перехода и обучают этому детей. Остальные, прослушав профилактическую беседу, обещали впредь правила не нарушать. В обязательном порядке сотрудники госавтоинспекции рекомендовали всем при движении в темное время суток использовать световозвращающие элементы, которые обеспечивают их видимость другим участникам дорожного движения. Ну что же, Ирина Александровна, самокаты, также небезопасная техника, которая сейчас уже в городе, да уже и не сейчас, а где-то недели две назад, мы наблюдаем, как самокатчики активизировались. СИМ, да, средства мобильной, индивидуальной мобильности. Ну, здесь проблема тоже остро стоит, да, с профилактикой? Да, проблема стоит достаточно остро, так как это, так сказать, новая категория транспортных средств, да, и хочется сказать, что средства индивидуальной мобильности – это теперь транспортное средство, которое имеет несколько колес, предназначено именно для индивидуального передвижения человека с помощью электродвигателя. То есть это определенная категория, и определенные правила теперь закреплены. Владельцы средств индивидуальной мобильности, которым уже исполнилось 14 лет, их движение у нас осуществляется по велосипедным, велопешеходным дорожкам, пешеходной зоне, проезжей части велосипедной зоны и по полосе для велосипедистов. Но также допускается движение их по тротуарам, по обочине, если есть такая возможность, и по правому краю проезжей части. Но здесь уже тоже должны быть определенные ограничения, то есть по правому краю проезжей части можно передвигаться, если отсутствует у нас велосипедная, велопешеходная дорожка, тротуары и обочины, или возможность движения по ним. На этой дороге разрешено движение со скоростью 60 км в час, и если средство индивидуальной мобильности имеет тормозную систему, имеет звуковой сигнал и оборудовано свето-возвращателями. Ирина Александровна, а кто же будет регулировать нарушение самокатчиков? То есть если он движется по полосе движения, сотрудник ДПС его также будет останавливать? Здесь уже он имеет право, так сказать, остановить, провести профилактическую беседу, а при, так сказать, нарушении уже составить административный материал. А вот электросамокаты и дети здесь какие правила установлены? Итак, у нас дети, если им от 7 до 14, имеют право двигаться только по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, и в пределах пешеходных зон. Дети до 7 лет имеют право двигаться там же, но только в присутствии взрослых. То есть вдвоем категорически также передвигаться на электросамокатах. Нельзя? Мы с вами вместе наблюдали картину в парке Гагарина, когда папа и ребенок взяли самокат на прокат и поехали кататься. Да, здесь только один человек на одном самокате. То есть при проведении профилактических мероприятий, если такие факты мы выявляем, естественно, останавливаем, просим второго человека спешиться с электросамокаты, ну и продолжить движение. И вот, кстати, профилактическая работа ваша в этом направлении очень важна, потому что многие, даже подростки, не знают, и более взрослые люди, мы тоже с вами вместе могли в этом убедиться, когда не спешиваются, а переезжают пешеходный переход на самокате и говорят элементарно, вы простите, пожалуйста, но я не знал. Поэтому здесь ваша работа тоже так же важна. Нужно обязательно спешиваться, правда? Обязательно. А если самокат берется на прокат, то там, по-моему, установлена уже скорость, да, 25 км в час. А если личный самокат, то здесь как регулировать скорость, как нарушителей выявлять? Ну, вообще, по правилам дорожного движения, скорость самоката, электросамоката не должна превышать 25 км в час. Давайте еще одну тему затронем, очень важную, свето-возвращающие элементы. Здесь какие ошибки могут быть при их использовании? Тема свето-возвращающих элементов, конечно, актуальна круглогодично. Ну, конечно, особая актуальность у нее в зимний и осенний период, но не нужно забывать и про летний период, так как часов в 10 вечера, конечно, уже сумерки, и уже свето-возвращающие элементы у нас рекомендованы для ношения на верхней одежде. Опять же, проводя профилактические мероприятия, мы пытаемся сделать это все на практике. То есть сейчас у нас есть модель человечка черного цвета, вот, например, мы приходим в школу в младшие классы, у нас есть свето-возвращающий элемент, и мы предлагаем детям разместить этот свето-возвращающий элемент, чтобы сделать нашего человечка ярким. В большинстве случаев дети все делают правильно. Причем мы делаем там градацию, у нас есть свето-возвращающие элементы, там, например, белого и лимонного цветов, а также красного, синего, и здесь они тоже должны сделать свой выбор, да, какой световозвращающий элемент будет работать эффективнее. Потому что бело-лунные, да, и желтые дают отцвет намного ярче, чем красные и синие. Ну, в основном сейчас уже все к этому привыкли, все уже это знают, размещают правильно. Опять же, мы объясняем, что это первоначально, это боковая поверхность тела, потому что при переходе проезжей части по пешеходному переходу водитель видит только боковую часть руки и ноги, а второй вариант размещения, он тоже правильный, но он второй, это грудь и спина. Здесь уже свето-возвращающие элементы работают, когда пешеход движется по двору, потому что там мы машину видим или спереди, или сзади. Ну что же, спасибо вам большое, Ирина Александровна. Наше время подошло к концу. Я сейчас подумала вот о чем, что мы обязательно с вами встретимся в преддверии летних каникул. И еще раз напомним, как вести себя детям, подросткам в свободное летнее время. Ну а сейчас проговорите своими с детьми элементарные правила безопасности дорожного движения. Вот даже эти маленькие пять минут, возможно, спасут жизнь вашему ребенку. Спасибо большое, всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова